МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Попытка номер два. В Запорожье продолжилась первая сессия городского совета. Возвращайтесь живыми. На канале ТВ5 стартовала благотворительная акция под названием «Пилесет». Запорожское дерби. Главный матч украинской гонбольной суперлиги оправдал ожидания. Новый вид спорта. Парное катание на лыжах с элементами акробатики. Сегодня в Запорожье продолжила свою работу первая сессия городского совета. С нами на телефонной связи наш корреспондент Ирина Погоренная, которая сейчас находится в сессионном зале. Ира, как проходит сессия, какие уже приняты решения и что происходит в данный момент? Добрый вечер. Студия. Час назад депутаты приступили к тайному голосованию за секретаря горсовета. Мэр вынес на голосование кандидатуру Руслана Пидорича, представителя партии «Новая политика». Сессия Запорожского горсовета в целом длится рекордно долго. Заседание началось в 11.00 и до сих пор не завершилось. Продуктивная работа депутатов началась только во второй половине дня, после того, как были сформированы и утверждены депутатские комиссии. Их по-прежнему осталось 8. Максимально быстро депутаты согласовали за так называемые бюджетные вопросы. Принято решение о выделении дополнительных средств на выкладку заработной платы сотрудникам трех коммунальных предприятий. Запорожского аэропорта, КП Оснований и Запорожэлектротранс. Также депутаты выделили 6,5 миллионов гривен на зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Быстро были рассмотрены и кадровые вопросы. У городского головы появилось 5 заместителей. Кресло первого зама занял Сергей Мишок. Также заместителями мэра стали Владимир Волобуев, Анатолий Кустоваров, Валентина Малыш и Алексей Бородай. Управляющим делами из полкома избран Роман Амельянович. Сейчас мы ждем результата голосования по секретарю городского совета. Судия. Это была Ирина Погорена, которая следит за развитием событий на сессии городского совета. Расплатиться с долгами в уходящем году – лозунг явно не о проблемных запорожских предприятиях. За год задолженность по зарплате на них увеличилась на 13% и уже превысила 67 миллионов гривен. Исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Константин Брыль встретился с должниками. Дал указания о повторных ревизиях и замене действующего руководства, которое не справляется с поставленными задачами. Основные неплательщики – это Бердянский Озмол, Запорожский Автодор и завод высоковольтной аппаратуры. Проблемным оказался и Кремний Полимер. Здесь задолженность составляет более 7 миллионов гривен по заработным платам и около 50 миллионов по спецпенсии. Дело в том, что есть отдельное поручение Кабинета министров по данному предприятию. Уже Кабинет министров спрашивает, что происходит. Но это предприятие все дальше продолжает заниматься каким-то бизнесом. Энергозатраты за последний месяц выросли, значит там что-то происходит, я так понимаю. А задолженность по зарплате все так же увеличивается. И задолженность перед энергорынком. Предприятие находится в процедуре санации с 2013 года. На сегодняшний день план санации не утвержден. Ситуация, которая происходит на Кремний Полимере, требует отдельного вмешательства правоохранительных органов. Так как предприятие на сегодняшний день, по сути, кредитуется за счет электроэнергии. В свою очередь представители Кремний Полимера делают акцент на том, что завод был построен несколько десятков лет назад без учета энергоемкости. Однако, почему уже разработанный и профинансированный план по модернизации производства так и не внедрили, пояснить не смогли. Трехразовое питание, новое оборудование и современные технологии. Все это обещают будущим пациенткам гинекологического отделения Запорожского перинатального центра. После трех лет ожидания корпус этого отделения, наконец-то, открылся подробности в сюжете Дианы Клочко. Новый гинекологический корпус в Запорожском перинатальном центре обещали сделать еще три года назад. Сегодня здесь готовы приступить к работе. Осталось решить всего несколько вопросов. Надо некоторые моменты решить узгоды из облдепартамента охраны здоровья. Плюс мы еще не до конца юридическую сторону довели до того, чтобы забрать наш коллектив, который работал на базе седьмой городской больницы. Поэтому, как только будет город и сдаст приказ, мы сразу людей забираем и готовы открыть. Уже бактериологическое обследование санстанция у нас провела, получили положительный результат. То есть мы готовы работать. Отделение рассчитано на 34 пациента. В первую очередь врачи обследуют женщин на ранних сроках беременности. Пациенты, которые раньше наблюдались в городских клиниках, теперь смогут получить консультации и лечение здесь. Кроме того, специалисты центра предоставляют услуги санитарной авиации. У нас родило 372 пациента из зоны, временно перемещенных с автономной республики Крым и Луганска и Донецкого региона. Плюс к этому специалисты нашего центра оказывают помощь по санавиации. Это южная часть Донецкой области. Это Мариуполь, Волноваха, Красного Григорьевка. То есть по санавиации приходится даже туда ездить и проблемных пациентов эвакуировать на себя и оказывать им тут помощь. Евгения Мирошникова, старшая операционная сестра, начинала работать в отделении гинекологии, еще когда здесь был пятый роддом. Говорит, новое оборудование ждали долгие годы. Все новое, все действует безотказно, удобно, маневренно, трансформируется во все, что угодно. Мы часто и густо сталкиваемся с тем, что у нас больные идут женщины и сталкиваемся с нарушением репродуктивной функции. Бесплодие разного вида. То бишь, когда это молодая женщина, которая для рождения детей и всего остального, то есть наша задача помочь ей получить нормальную здоровую беременность. Все это делается эндоскопическим путем. Такое же оборудование используют в Европе. На его приобретение из городского и областного бюджета выделили 94 миллиона гривен. В Запорожской области перинатальный центр такого уровня один. Слава Богу, что хоть что-то получается, скажем так, что-то запускаем новое. Я понимаю, что перинатальный центр введен в эксплуатацию уже как три года, но именно те функции, которые должен выполнять в полном объеме, именно лечение, проведение операций, энергоснабжение. Были проблемы с энергоснабжением именно с целью безопасности. Не было синхронизации дизель-генераторов, пусковых наладок. Это все провели. В прошлом году из областного бюджета были выделены соответствующие деньги и хорошо, кажется, вложены в дело. Диана Клочко, Олег Мовченюк, ТВ5. Обещать не значит сделать. Многодетная семья из Мелитополя уже год ждет квартиру. В декабре прошлого года у молодых родителей родились сразу три дочки-близняшки. В мэрии тут же пообещали выделить жилье. Тройняшки скоро отметят свой первый день рождения, а семья до сих пор ютится на 17 квадратных метрах арендованной жилплощади. В комнате, где живет семья Пчелкиных, едва умещаются четыре детские кровати, родительский шкаф и диван. Немного свободного места на полу. Там обычно играют близняшки Амина, Алиса и Диана и их старший брат Эмиль. Ну, шкодят тоже вместе. На подоконник пытаются влезть, цветы перевернуть, посуду подоставать из шкафов. Вот так вот. С братиком поиграть, да, иметь? Да. Мама с папой готовятся ко дню рождения дочек и уже думают, куда поставить новогоднюю елку. Даже не знаем, куда ее поставить. Даже если поставить, они ее перевернут, наверное, сразу. Ну, что-нибудь, все равно какое-нибудь поставим. Может, маленькую, может, так гирлянды подвесим. Праздничное настроение создадим для детей. Рождение тройни для Амилитополя – уникальное явление. Последний раз в городе это произошло 22 года назад. В мэрии сразу заявили – выделят многодетным родителям жилье из городского фонда. Но чиновники поставили условие – квартиру дадут, если глава семьи будет работать на коммунальном предприятии. Максиму Пчелкину пришлось бросить прежнюю работу, где получал достойную зарплату. Теперь он каменщик с окладом в 1700 гривен. Полтора-два года поработать еще в должности каменщика, потом после этого выдадут квартиру служебную. Как оказалось, многодетную семью планировали поселить в помещении бывшей амбулатории. Бывшая амбулатория, детская поликлиника, которая будет переделываться, перестраиваться. Я так понимаю, там работ еще никаких не производилось. То есть еще процесс самой переделки, то есть сколько у них времени займет. То есть вот именно она. То есть никакой квартиры, там какой-то именно конкретной, то есть жилья нет. Мы уже, наверное, надежду потеряли еще в октябре. Нам в октябре обещали ордер на жилье уже дать. Ну как не дали ничего, так мы уже как-то и, наверное, остыли. Помещение амбулатории числится как нежилое. Чтобы оформить документы для перевода его в жилой фонд, требуется еще не меньше двух-трех месяцев. Почему не смогли сделать это за целый год, толком объяснить чиновники не могут. Возникли определенные сложности с бюрократией в том, что мы не можем нежилое помещение передавать семье. Мы можем передавать только жилое помещение. Поэтому возникла необходимость проведения работ по реконструкции. Как документальных, так и фактических работ по реконструкции. По факту у нас уже есть помещение, которое мы можем передать семье. Но до юра мы данное помещение передать не можем. Тем временем Максим Пчелкин написал заявление об увольнении. Говорит, что на городскую власть больше не рассчитывает. Он уже нашел другую работу и планирует заработать на квартиру самостоятельно. Дмитрий Злачевский, Олег Притыкин, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Бытовые диверсии. Вернувшись из зоны АТО, запорожский боец обнаружил, что неизвестные причинили вред его домашнему хозяйству. Сначала похитили корову, а после отравили быка, кур и собак. Военнослужащий опасается, что пострадать может и его семья. Подробности выясняли наши корреспонденты. Василий Остапчук – боец АТО. Он вместе с женой живет в селе Широкое Запорожской области. Когда на Востоке начались боевые действия, Василий пошел воевать добровольцем. Служит уже больше года. Домой из зоны АТО приехал буквально на несколько дней. Жена сообщила, что на выходных неизвестные отравили их сторожевых собак. Здесь подозрение, что специально вытравливает собак, чтобы потом без препятствий заходить и выносить, выходить, выводить. Можно машина моя стоит, там в сараях две коровки, свиньи, хозяйство, куры, там все. Пожалуйста, соседи далеко друг от друга. Я на отшибе, на окраине живу. Что мне делать? Домашнее хозяйство для семьи Остапчук – единственный доход, так как работы в селе практически нет. Неизвестные также украли корову, а потом отравили кур и быка. Это нанесло немалый ущерб бюджету семьи. Я с ветеринарами разговаривал, и моя дочь учится на ветеринарном курсе, кругом, не может так быстро сдохнуть. Жена вывела на пастбище, и в течение часа-полтора, не больше, я выхожу, бык мой уже дохлый. То есть быстро. Это отравление. И пена, и кровяная пена, и такая пена с рот. Это только отравление. Кто именно мог пойти на такой шаг, Василий не знает. Но предполагает, что причиной таких действий стала его гражданская позиция. Он не скрывает, что патриот своей страны. Однако не все односельчане разделяют его мнение. Некоторые из них настроены агрессивно. А жена бойца не раз замечала возле дома неизвестный автомобиль. Говорит, ни у кого из жителей села такого раньше не видела. Обо всех фактах Наталья сообщала правоохранителям. Но те, говорит, искать виновных не спешат. Найти и разобраться со злоумышленниками намерен Василий, а также его сослуживцы. Утверждают, что не оставят это дело без внимания. Я думаю, и не только я думаю, а это все так думают. Если кто-то попадет, как сказать, под горячую руку, пускай не надеются, что их кто-то отдаст куда-то под суд. Потому что там наше правосудие или кривосудие, оно ничего не решает. А мы будем сами как-то пробовать решать этот вопрос. Чтобы просто следующее неповадно как-то было. А пока на след злоумышленников не вышли, бойцы обещают усиленно охранять дом Василия. Через несколько дней он снова отправится в зону АТО. А военнослужащие обещают быть на готове. Найкращая сигнализация – это наше братство боевое. Тут нужно просто координовать. Мы понимали, что такая проблема есть. И по дзвенку у нас готовы собраться десятки хлопцев сразу. Просто, что дружина Васи сама находится. Он сейчас переважно находится там, на передовой, в зону АТО. Поэтому мы понимаем, что есть такая проблема, что он вернулся, сказал про это. Потому что он раньше соромился, молчал. Он сейчас сказал, что у нас по дзвенку собраться десятки хлопцев сразу. Евгений Маловик, Дарья Зырянова, ТВ5. Оберег бойцам АТО. У военных существует примета. Если имеешь с собой детский рисунок или письмо, то вернешься домой живым и невредимым. Сегодня стартовала акция телеканала ТВ5 «Били сердце». Уже завтра в рамках социальной инициативы порядка двухсот детских рисунков отправятся в зону АТО. Эти школьники не знают имен военных, которым пишут послания. Однако каждый свой рисунок делают адресным. Представляют того, кому он достанется. Он очень сильный, высокий им. Он в военной форме. Я ему отправлю этот рисунок, и он останется у него навсегда. Самым маленьким авторам шесть лет. В каждой работе пожелания мира и единства. Приближаются новогодние праздники. В рамках акции ученики и педагогический коллектив школы «Основа» передают бойцам и сладкие подарки. Сьогодні ми долучаємось знову до благодійної акції «Біля сердца». Сьогодні діти зібрали солодощі бійцям АТО, малюнки традиційно. Новорічні ялинки. Сподіваємося і віримо у те, що завдяки нашій допомозі, завдяки допомозі всього народу України, скоро в Україні буде мирне небо і зла вода. Не остались в стороні і шкільники запорожської гімназії номер 71. Маленькі таланты подготовили не тільки рисунки, но і поздравления. Пусть Новий год вам принесеться. С снегом смех, с морозом бодрость. В делах успех, а в духе твердость. Діти уверены, такие послания поднимуть боевой дух украинских военнослужащих і напомнят їм о дому, де їх любят і ждут. Я хочу, щоб в країні був мир. Я хочу, щоб всі вернулися дому і село к дітям. По словам организатора в акції, це не разовая, а долговременная соціальна іниціатива, яка в дальнішем буде розширяться. А рисунки і послання стануть для воїнов настоящими оберегами. Подарят їм уверенность в собственних силах і победі. Решили організувати акцію, которая подарит їм несколько минут лучик добра через детські рисунки, через пожелання, через какую-то посильну допомогу. І дуже благодарні, що школи, дітки так радостно відкликнулись і в такому більшому кількість. Я думаю, що цей небольшой листочок бумаги, він подарит нашим ребятам действительно положительні емоції і ощущення того, що вони действительно нам важні і нужні. Названня акції «Біля серця» выбрали неспроста. «Когда ми їздимо к воєннослужащим, в тому числе і на передові позиції, многие рассказывають, а іногда і показують, де вони хранять детські рисунки. Це місце во внутренній карманчикі кітеля під бронежилетом слева. Так родилось названня акції «Біля серця», которую охотно поддержали детські учебні учреждення города». Діти, в свою очередь, надеються. Военнослужащие выполнят їх головне пожелання. «Біля серця живими!» Внести свой вклад может каждый, желающим присоединиться к акції, обращаться по телефону, который указан на экране. Мария Маркелян, Евгений Амельник, Сергей Чалый, ТВ5. И только что стало известно, что запорожские депутаты проголосовали за секретаря городского совета. С нами снова на связи Ирина Погорена. Ира, чем закончилось голосование? Добрый вечер, Игорь. Игорь, буквально 10 минут назад четная комиссия Запорожского городского совета объявила результаты голосования по секретарю городского совета. Им стал Руслан Пидорич, представитель партии «Новая политика». За него свои голоса отдали 36 депутатов. Столько же народных избранников приняли участие в голосовании. Сейчас депутаты рассматривают решение о составе городского исполнительного комитета. В целом, в повестке дня осталось порядка 10 вопросов. На этом у меня все. Студия. Спасибо. Это была Ирина Погорена из сессионного зала Запорожского горсовета. А мы продолжаем. Святой Николай близко, алтарь 18 века и золотой мяч уже ждет своего хозяина. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Запорожье – столица новогодних праздников. Или зачем городу сразу три главных елки? Мама по имени Лилу. Новая прима запорожского цирка. Первый раунд за чемпионом. Мотор обыгрывает ЗТР в чемпионате гонбольной суперлиги. Надо ехать. Видеомотивация, чтобы посетить этой зимой горнолыжный курорт. Не одна, а целых три. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Теперь в Запорожье будет сразу три главных елки. Две городские и одна областная. Зачем областному центру столько главных новогодних символов и сколько это ему стоило, узнавала Оксана Заводовская. В этом году на новогодние рождественские праздники в Запорожье будет 11 елок. Восемь в районах и три в центре города. На площади фестиваля Маяковского и в парке трудовой славы. За средства гурсовета установили две елки. Одна из них на площади Маяковского. Из городского бюджета выделили сумму на небольшое обновление новогодней красавицы. Потратились только на игрушки и на замену некоторых поломанных веток. С года в год каждый житель Запорожья, но не каждый, как на память о городской елке, прихватывал с собой веточку. Мы лишились 80 веток. Поэтому пришлось в этом году все докупить, восстановить. Что касается финансов, нам выделено денег на сборку, разборку этой елки. И выделены новые средства для закупки новых гирлянд и елочных украшений. На новые гирлянды и елочные украшения там в пределах 200 тысяч. Вторая елка от горсовета на аллее трудовой славы. Ее еще не успели украсить. Она настоящая. Высота ее примерно 3 метра. Стоит такая красавица около 300 гривен. Вероятнее всего, для нее еще будут покупать украшения, игрушки и гирлянды. А эту елку уже традиционно установили на площади фестивальная. Приобрел ее за свои личные средства новоизбранный председатель облсовета Григорий Самардак. На областную елку деньги из бюджета не использовали. Перше в истории ялинок в Запорожжьей области, в Запорожжьей области, у нас есть не штучная ялинка, а живая ялинка. Это дарунок детей Захидной Украины, детей Схидной Украины. Но, понятно, что дети самотужки цели не могли реализовать. И, соответственно, помогли им дорожь. Поэтому, в первую очередь, за инициативой и на кошки Самарадака Григорий Викторович, главы облдержадминистрации, было реализовано эту идею по установлению центральной елки области. Елку привезли из Черновецкой области. Высота ее больше 20 метров. В лесном хозяйстве Черновецкой области говорят, примерная цена такой красавицы – 5000 гривен. Официальное открытие всех трех елок состоится 19 декабря. Тогда же откроется и первый новогодний запорожский фестиваль. Малый и средний бизнес готов обрадовать посетителей елочных мероприятий обязательно горячим чаем, глинтвейном и всей сопутствующей продукцией, которая позволит жителям города максимально удобно и комфортно провести эти новогодние праздники возле наших елочек-красавиц. Единственный запрет, который у нас есть, условия, которые у нас есть для предпринимателей – это отсутствие табачных изделий и крепких алкогольных напитков. Каждые выходные возле главных елок города будут проводить мероприятия для детей. Здесь их будут развлекать веселыми конкурсами и концертами. В субботу и воскресенье с 14 до 16 мероприятия будут проводиться вместе с аниматорами, с творческими коллективами на площади Маяковского и с 11 до 13 часов в парке трудовой славы возле живой елки. Оксана Заводовская, Екатерина Свериденко, Дарья Зырянова, ТВ5. Детские улыбки и сладкие подарки. К воспитанникам школы-интерната в Запорожье в гости пришел святой Николай. Более 300 детей стали участниками праздничной программы, организованной комбинатом «Запрошсталь» для своих подшефных учебных учреждений. Подробности праздника в репортаже наших журналистов. На празднике, посвященном Дню Святого Николая, более 300 ребят. Среди них и Галя Погуляева. Около 9 месяцев назад она уехала от родителей из территории так называемой ДНР. Говорит, на праздник попала благодаря успехам в школе. Старается учиться она отлично, а в свободное время пишет стихи. Это было очень давно. Я просто попробовала как-то сочинять. Но получалось сначала не очень, но я как-то старалась как-то усовершенствовать, что-то больше придумывать. И у меня так вот, как снежный ком, все и так и пошло. Галя живет в Запорожском областном центре социально-психологической реабилитации детей. Здесь у нее уже появилось много друзей. Праздник все вместе ждали с нетерпением. Нас пригласили на этот праздник, чтобы посмотреть. И все довольно очень замечательно. Все очень красиво. Красивые танцы. Мне все очень понравилось. Утренник организовал комбинат «Запоросталь» для воспитанников подшефных учебных учреждений. Представители школ-интернатов говорят, значение таких праздников для детей сложно переоценить. Эти праздники очень важны тем, что они действительно дают детям чувство. Не только мы о них заботимся, а еще кто-то. Во-первых, мы едем в гости, мы красиво одеваемся, мы хорошо себя ведем. Поэтому, конечно, это вот часточка семейного воспитания. На комбинате «Запоросталь» уверены, у этих детей должны быть настоящие семейные праздники. Это маленькая частичка просто радости, внимания, любви детям, которую мы должны дарить каждый день. Для того, чтобы наше общество в стране, в будущем, было таким же добрым, таким настоящим и здоровым. Не смог пропустить это событие и святой Николай. Его ребята ждали долго, звали громко и хором. Все дети получили сладости, а самым послушным достались игрушки. Пятилетний Назар для этого праздника даже выучил стишок. Под подушку загляни, там подарочек найди. От святого Николая милость пусть придет Борцаря. Много позитивных впечатлений от праздника осталось и у Гали Погуляевой. Говорит, теперь готова написать новое стихотворение. Вдохновение для этого уже есть. А про праздник, про День Святого Николая ничего еще пока нет? Пока нет, пока не побывал. А вот, может, впечатления наберутся, как думаешь? Сможешь? Вполне возможно, да. Может и такое быть. Анатолий Журавлев, Эдгар Копытов, ТВ5. Трехсотлетние иконы. Завершаются работы по реконструкции иконостаса Свято-Покровской церкви в культурно-историческом комплексе «Запорожская сечь» на острове Хортица. Львовские и киевские мастера воссоздают алтарь конца XVIII века. Он органично впишется в архитектуру церкви. Подробности в сюжете Галины Знаменской. Этим иконам около 300 лет. Львовские реставраторы бережно восстанавливают деревянные конструкции старинного иконостаса из Свято-Виденской церкви Закарпатской области. А киевские специалисты воссоздают сюжеты в стиле раннего барокко, присущего украинской иконописи. Уже в Запорожье сотрудники национального заповедника остров Хортица монтируют всю конструкцию. Нас тишит то, что, хотя иконы, если вы обратите внимание на местный ряд, что они трошки докомплектованы, потому что в той церкви в 18-м и 19-м столетии была пожежа, и несколько икон пошкоджены были, поэтому они сейчас трошки с другого иконостаса дополнены. Но он максимально полный. Уже скоро этот иконостас станет пятиярусным. Займут свои места изображения распятого Спасителя и покровы Пресвятой Богородицы. Каждый предмет устанавливают по строгим церковным канонам. Мы выучаем каждую окремую икону, каждую дошку с того боку, где крепление, каким чином, и, соответственно, делаем аналоги к каркасу, чтобы не пошкодить или не добавить никакой детали до существующего киностаса. Сейчас действует соглашение между национальным заповедником остров Хортица и одной из религиозных конфессий об использовании этой церкви для проведения праздников и литургий. Также здесь проводят службы различные христианские конфессии. Уже скоро запорожцы и гости города смогут увидеть новое образство Святопокровской церкви времен Запорожского казачества. Открытие иконостаса состоится 27 декабря. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. 200 килограммов каждый день. Столько растительной пищи необходимо новой примет Запорожского государственного цирка. Слониха по имени Лилу осталась в областном центре по окончанию циркового шоу Килиманджаро. Совсем скоро горожане смогут снова увидеть ее на сей раз в новогоднем представлении. Характер и предпочтение самой большой актрисы Запорожского цирка изучала Седония Аракелян. Цирковое шоу Килиманджаро в Запорожье пользовалось популярностью. Его изюминкой были выступления экзотических животных. Отработав гастрольный тур, цирк уехал, а вот полюбившаяся всем слониха Лилу осталась. В Запорожье она вместе со своим дрессировщиком Анталом и его семьей. Вне манежа Антал нежно называет Лилу «мама». Рассказывает, дрессировать слона начал в 20-летнем возрасте. Слону тогда было 9. Выступают вместе уже 45 лет. Команды Антал дает только на английском и немецком языках. Но за столько лет слон научился понимать хозяина с полувзгляда. Это команда интернациональная. Каждый сел, дрессировка, говорится, это команда. Даун, лифт. Общепринятые. И слушают нормально, как сейчас я звоню, он придет играть в ДТ. Все надо учить. Заниматься дрессировкой животных в семье Антала – это уже давняя традиция. Их династии 300 лет. У отца-дрессировщика было 8 сыновей. И каждого он научил работать с животными. С лилу работает вся семья Донерт. Дети висят на ее хоботе, жена ездит на слоне верхом, играет с ней даже трехлетний сын. Старшая дочь Мелани знакома с лилу с трех лет. Со слоном сработались сразу. Говорит, никогда не испытывала к нему страха. Нет, потому что я знала, что Лила меня любит. Потому что я дочка папы. И так Лила меня любит. Когда это все начинаем, когда новые представления, когда начинаем, чуть-чуть боюсь, что как будет. Волнуется. Да. А потом уже хорошо. Уже перебегла. Я это очень люблю делать. За несколько десятков лет Антал смог не только сработаться со слоном. Он знает все предпочтения лилу. В еде она непривередлива. Любит овощи и фрукты. В день их нужно около 200 килограмм. А раз в месяц слона балуют даже кагором. Бананы, хлеб, мандарин. Это что вкусно. Капуста, яблоко, морковь. Это все, что деликатное. За годы работы для Антала Лилу стала не только партнером по работе, а настоящим другом. Я когда идем дома и стоим там 10 дней, уже готова. Давайте до цирка, работать. Я живу в Будапесте и не могу. Уже мысли за цирк, когда я вернусь в цирк, почему? Это моя жизнь, это моя любовь. И много радости. Золотая игрушка для мальчиков. В парижской мастерской уже завершилась работа над главной индивидуальной футбольной наградой – золотым мячом. Над ним традиционно работают ювелиры семьи Мелерио. Их семья уже в 14-м поколении занимается ювелирным делом. А непосредственно сам золотой мяч они изготавливают с 1956 года. Напомним, награда лучшего футболиста мира найдет своего обладателя 11 января претендентов – трое – Кристиано Роналду, Леонель Месси и Неймар. Не знаю, когда получит золотой микрофон Елена Назаренко, но то, что это произойдет, несомненно. Новости спорта далее. Как мотор та ЗТР силами мірялися, про перші кроки юных ушуїстів та хто із запорізьких борців потрапив до світового рейтингу. В ефірі новини спорту. Мої вітання. Мотор сильніший. Два запорізькі гранди вітчизняного гандболу зустрілися в центральному матчі чемпіонату України. Мотор приймав ЗТР, і це їхнє протистояння стало першим з чотирьох. Обидві команди підійшли до гри, не втративши жодного очка. У складі мотора відсутні троє основних гравців – Бурка, Калараш і Малашинськас. Наприкінці першого тайму ще й Дмитро Дорощук був дискваліфікований за це порушення. Та мотор і без цих гравців впевнено виграв 30-ти хвилинку з рахунком 17-12. Після перерви ЗТР доклав чимало зусиль, щоб наздогнати суперника, і це йому вдалося. За 15 хвилин до фінальної сирени на табло нічия – 22-22. Тренери мотора хвилюються. Інтрига трималася недовго. Мотор знову відірвався і у ЗТР не було ні часу, ні сили, щоб врятувати гру. Матч волнами був. Почали ровно, потім почали проігрувати. Перший тайм проіграли. Шість м'ячей, ну или п'ять, але не суть. На второму таймі достали. 22-22 і опять провал. Провал в захисті. Потери ненужні. С такою командою, як Мотор. Люди опытні. Прошли відбор Лиги Чемпіонів в групі. Тому вони таких виборів не прощають і вони це використовували. Мотор переміг. Кінцевий рахунок матчу – 30-24. Є моменти, над якими треба було робити. В тому плані, що темп ігри во второму таймі нашої команди немає вплив. А оправдання в тому, що сили не безкінчні. Понимаєте, десь встали хлопці, але зіграли грамотно. Перша ігра з чотирьох, які будуть, ще нічого не потеряно. Цю ігру ми проіграли, але ще вперед три ігри. І я думаю, що так легко Мотор в цьому сезоні чемпіоном. Якщо вони хочуть, то вони не стануть легко. Стануть, але може бути. Тому я зробив все для того, щоб команда ЗТР в цьому році поборолась і забрала чемпіонський титул. ЗТР у цьому році зіграє ще три матчі чемпіонату України. Два з них відбудуться 18 і 19 грудня. В Запоріжці прийматимуть львівський політехнік. Мотор найближчої суботи зіграє на виїзді проти київського ЦСКА. Дмитро Непомішій, Денис Сопалєв, ТВ5. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство цього року відзначає ювілей своєї роботи. Організація, яка об'єднує сотні тисяч сільських спортсменів та фізкультурників по всій Україні, плідно працює і в Запорізькій області. В нашому регіоні 13 районних організацій «Колоса», 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а фізкультурно-спортивною роботою товариства охоплено 16 тисяч сільського населення Запорізької області. У 2015 році колосівцям є чим похвалитися. Серед головних здобутків – золотий дубль дніпрорудненської спортсменки Карини Колесник на чемпіонатах світу і Європи з Сумо, бронза Купку Європи та золото Чемпіонату України дзюдоїстки Марії Скорої з Новомиколаївки та медаль Чемпіонату України важкоатлетки з Кам'янко-Дніпровки Ганни Панової. На честь ювілея своєї організації «Запорізький колос» підбив підсумки року та нагородив кращих. Особливо відзначили заслужених тренерів України Анатолія Стрільця, Валерія Бикова, Олександра Кожевникова, Миколу Мальцева, Олександра Свереденка та Віталія Сая. Вітали представників сільського спорту і посадовці. Я думаю, що це основний кадровий потенціал, який саме і буде займатися в громадах розвитком фізичної культури та спорту. Я хочу подякувати всім вам за вашу наполегливу, самовіддану працю, за те, що в таких важких, складних, соціально-економічних умовах, які сьогодні ми знаходимося, ви віддано служите, ви віддано працюєте і дійсно показуєте гідні результати. Повороти хвилювання і показати все, чому навчилися. Таке головне завдання учасників чемпіонату міста з УШУ серед спортсменів перших років навчання. Як виступали на килимі спорткомплексу «Моторсіч» дебютанти Запорізької федерації УШУ – дивіться у наступному сюжеті. Майстерну тримаючи в руках гунь, Хайджон впевнено демонструє навички перед публікою. Сьогодні дівчина не бере участь у змаганнях, а виступає перед молодшими спортсменами. Дівчина займається УШУ лише два роки і за цей час зуміла стати чемпіонкою України. Один з улюблених видів зброї – гунь або ж спеціальна палиця. На перших соревнованнях я виступила. Я думала, у мене взагалі місця не буде. Я ж так тільки прийшла. І тут на вторе місце стала моя подруга, на перше стала я. Я не знаю, у мене такі емоції були. На чемпіонаті міста з УШУ близько 200 спортсменів віку від 5 до 9 років. Усі вони роблять лише початкові кроки в УШУ. Змагання проводять серед дітей першого та другого років навчання. Результат сьогодні – ми хочемо перевірити фізичну підготовку, підготовленість наших висновників, так як спорт требує великої нагрузки і великих усиллях. І от ми якраз це тренуємо і сьогодні перевіряємо, наскільки хлопця старались і працювали в течение полугода. Чемпіон світу з УШУ, а нині вже тренер Максим Данченко привів і своїх вихованців на турнір. Нужки скіпай, скіпай, скіпай. Великих досягнень у такому юному віці від них не вимагає. Спортсмени повинні показати для себе максимальний результат. За словами організаторів, багато спортсменів показали високий рівень підготовки, а головне – відчули змагальний дух, впевненість у собі та здобули безцінний досвід. Оксана Якименко, Костянтин Параскевич, ТВ5. Запорізькі борці – серед лідерів світового рейтингу за підсумками 2015 року. Топ спортсменів днями оприлюднила Міжнародна федерація боротьби. Лідером світового рейтингу у вазі 85 кілограмів визнано представника Запорізької школи вищої спортивної майстерності Жана Беленюка. Краще досягнення борця у році, що минає – золото Чемпіонату світу. До речі, перше для українських класиків за останні 10 років. Високе друге місце міжнародного рейтингу у титулованого запоріжця Армена Варданяна. Спортсмен, який цьогоріч втретє став віце-чемпіоном світу, відзначений у вазі 71 кілограм. Олександр Шишман, який виступає за Запоріжжя другим заліком, на 10-му місці у вазі 80 кілограмів. А наш Денис Дем'янков – на 15-й позиції світового топу в категорії 66 кілограмів. Чудовий результат напередодні Олімпійського року. Тим часом у Запоріжжі проходять збори Національної команди України з легкої атлетики. Побачити лідерів країни, а також кращих запорізьких майстрів королеви спорту можна буде завтра і післязавтра під час відкритого чемпіонату міста з легкої атлетики. Відкриття змагань 18 грудня о 15.45 у манежі комбінату «Запоріжсталь». Такі новини приніс нам спортивний четвер. До зустрічі завтра в цей же час. Хай щастить! Кататися в парі – це красиво, коли на коньках. Але оказывається, що не мене інтересно це може виглядеть і на лыжах. Парний лыжний фристайл увидиш не часто, тем більше акробатичний. Горнолыжний курорт Ливиньо в італьянських Альпах став свидетелем уникального трюка. Швейцарец Фабіан Беш і італьянец Кристоф Шенк продемонстрували потрясаючую синхронність при выполнении двойного обратного сайта. При этом никто не упал, оба в итоге оказались на ногах. Впрочем, здесь слова явно излишни. Видео говорит само за себе. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города і области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работала Виктор Белышев. Всего доброго!